Давайте, во-первых, по старому пункте. Я Кристина Кареновна Варданян, я доцент кафедры гигиены и экологии Реванского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, член совета старейшины Ивана, это по типу Государственной Думы на территории Российской Федерации. И последние 20 лет занимаюсь проблемой озеленения городских территорий, как общего пользования зеленых территорий, так и ограниченного. И по лечебным учреждениям у меня диссертационная работа, которая посвящена большому научным исследованию. Я специально всегда на своих презентациях первый слайд ставлю вот это дерево, которое является одним из самых старовозрастных деревьев на территории бывшего Советского Союза. Это Восточный Платан, которому более 2000 лет. И хочу сказать просто, чтобы люди понимали, что когда мы сажаем какое-то дерево, нужно смотреть вперед на 50 лет, 100 лет, 200 лет, понимать, что это вложение в город, чтобы потом не создавать никаких проблем ни для растений и ни для среды. И с этими проблемами очень-очень часто мы общаемся и в дворах, в детских садах, в школах, в больницах, на всей городской территории при проведении неправильного выбора растений, потому что озеленение – это не всегда про хорошо. Если это сделано неграмотно, то это достаточно серьезные вопросы. Вообще, согласно Всемирной Организации Здравоохранения, вы видите, что наше здоровье определяет многие четыре фактора основных, из которых экология на 20% определяет наше здоровье. То есть состояние среды напрямую влияет на наше здоровье и в образе жизни тоже присутствует озеленение, начиная от той активности, которую мы проводим. Очень по-разному будет наш образ жизни вблизи зеленых территорий, на парковых территориях наша физическая активность и параллельно трассам внутренняя пробежка. Вот, пожалуйста, перед вами данные от Всемирной Организации Здравоохранения, которые показывают, что 80% городов находятся под действием загрязненного окружающего воздуха. В воздухе 92% населения Земли дышит воздухом, который не является здоровым, то есть показатели выше, чем те допустимые уровни, которые определила Всемирная Организация Здравоохранения. Ежегодно в мире, по данным ВОЗ, только от загрязненного воздуха умирает около 7 миллионов человек. Это катастрофическая цифра. Если сравнить потери от всех аварий, которые происходят, это где-то около полутора миллиона. Войны уносят где-то 75 тысяч людей. Становится понятным, с какой проблемой общественного здравоохранения на самом деле мы сейчас находимся под действием этого фактора. Если в цифровом эквиваленте, то, естественно, что это множественные заболевания, это и заболевания легких, это около половины, четверти инсультов, инфарктов, легочной онкологии, 30% это все обусловлено загрязненной окружающей средой, и потому мы называем этот фактор невидимым киллером, потому что то, что мы видим, мы можем от него защищаться, то, чего мы не видим, мы от него защититься не можем. И здесь очень важную роль приобретают ПМ-частицы 2,5. Это самый маленький размер, который проникает в самые нижележащие отделы легкого и повреждает альвеолы, непосредственно всасывается в кровь, и в этой части у нас нет никаких защитных механизмов, которыми мы можем обеспечивать наш организм безопасностью. Вот посмотрите детское население, какая смертность в мировом эквиваленте, это дальнейшие незаболевания легких, это нарушение поведения, изменение ментальной и мотомной функции у детей, низкий вес при рождении, детская смертность, детская онкология и прочее. Сейчас, особенно после пандемии коронавирусной в мире, проблема чистой воздушной среды и проблема озеленения его доступности, в шаговой доступности от дома, присутствия зеленых насаждений, очень-очень много говорится и очень много действий проводится, потому что вы видите, вот последние работы, 20-21 год, тоже у нас есть много работ, которые доказали, что в тех регионах мира, где воздух загрязнен, распространенность заболевания была выше, и была смертность, и распространенность самых тяжелых случаев заболевания, то есть есть прямая корреляционная связь между состоянием воздушного бассейна и заболеваемостью. Здесь два идеологических фактора было заболеваемости высокой. Во-первых, пыль сама способствовала распространению вируса, и кроме того, в тех регионах, где воздух загрязнен, люди изначально сенсибилизированы, и есть повреждения, они более беззащитные, потому и были заболевания, зарегистрированы высокие показатели заболеваемости и смертности. Сегодня на всем постсоветском пространстве я показываю все материалы в своей стране, чтобы никого не обидеть. Деградация природных пространств – это одно и то же место с разницей в 30 лет. Идет очень активно, и мир все более идет по дороге, не мир, а постсоветское пространство, потому что в мире совершенно иное отношение. Мы попадаем в каменные джунгли, которые никогда для человека не были нормальными в отрыве от природы, человек существовать не может. Это для нас жизненная необходимость, а не то, что красиво, потому что озеленение регулирует все факторы, которые есть в окружающей среде. И воздух, и тепловые острова, и аэрация, и микроклиматические показатели. То есть все – это инструмент природы, который позволяет нам в искусственной такой среде, как город, моделировать то пространство, которое нам необходимо на данной территории. Вот такие вот точечные застройки, они приводят к тому, что в центральной части, в застроенной части города образуются острова тепла, которые также, как и загрязненный воздух, являются причиной дополнительных случаев смертности, дополнительных случаев обострений у лиц, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, гипотоническая болезнь, легочная патология, бронхиальная астма и так далее. Вот, пожалуйста, на слайде вы видите, что всегда в центральной части города температура выше по сравнению с пригородами, и основная роль здесь принадлежит, естественно, озелененным пространствам, которые вот в этих застройной части, в своем большинстве, из-за того, что земля всегда дорогая, будут бизнесы всегда отдают землю за счет зеленых насаждений. И другой достаточно серьезный фактор окружающей среды, очень тяжело действующий на здоровье человека, это шум. И в свое время нобелевский лауреат, когда они боролись с холерой и чумой, он говорил, что придет Роберт Кох, это знаменитый специалист, который определил туберкулезную палочку, и она называется палочкой Коха. Он говорил, что наступит время, когда, как мы сейчас боремся с холерой и чумой, человечество будет бороться с шумом. И вот, пожалуйста, данные научной работы, что в Лондоне было проведено исследование, и они доказали, что превышение уровня шума на 5 дБ на 4% повышает смертность. Вот где-то 85% москвичей живут на такой территории, где уровень шума превышает безопасный на 20-50 дБ. Вот представьте, какой это урон здоровью нашего населения. На Международном экономическом форуме была озвучена такая цифра, что каждый фунт, который вложен в озеленение, возвращает 7 фунтов в здравоохранение. Это все те показатели, о которых я уже сказала, потому что это впоследствии траты на здоровье населения, которые можно было профилактировать. И чем больше средств вливается в профилактическую медицину, тем более здоровое общество и здоровое население живет на данной территории. Ну а если отдельно об озеленении, то их главной функцией в городской среде является оздоровление среды и обеспечение здоровья населения. И есть такие гигиенические параметры, которые объяснят, что зеленые территории общего пользования, то есть сады, парки, сферы, они должны в городе заниматься не менее 20%. Иначе у жителей появляются проблемы, которые связаны со здоровьем, кислородным околоданием и отравлением вредными веществами. Эмблему придумала я сама, потому что невозможно наша медицина в отсутствии от природы. Она должна постоянно быть вместе с лечебным процессом, а уж о профилактике и говорить нет необходимости. Природа для нас – это ключ, я уже сказала, и буквально через 3-5 минут после того, как мы находимся в природном пространстве, уже имеются определенные зафиксированные положительные показатели, которые отражают как физиологические, так и психологические параметры нашего организма. Это клинические исследования, которые показали, что созерцание природы превозначает восстановление всего лишь за 5 минут. Это изменение артериального давления, это изменение сердечной деятельности, уровень гормона стресса, корсцола, мышечного напряжения, электричества, активности мозга. А также психологические, то есть просто созерцание природы, уменьшает негативные наши эмоции, это страх, нефть, грусть, это разрушающие, деструктивные эмоции, и повышает уровень позитивных эмоций, чувство прекрасного, спокойствия. И самая главная функция, которая здесь выполняется, это отвлечение от стресса, это то самое важное, к чему мы, врачи, всегда стремимся. Несколько лет назад наши японские коллеги провели очень серьезное исследование, вложив 10 миллионов доноров, и доказали, что лесные купания, или шиминьёку, это погружение в природу с напряжением всех наших органов чувств, изменяют параметры нашей кровеносной системы, и меняется лейкоцитарная формула, увеличивается количество тех лейкоцитов, которые вылавливают все инородные клетки в нашем организме и обеспечивают нашу иммунную систему. И все те параметры, которые я уже назвала, то есть на входе и на выходе датчиками и определенными маркерами определяли все показатели, о которых я вот говорила несколько минут назад. Впоследствии уже много других исследований, конечно, проведено, показано, что это снижает уровень депрессии, это снижает уровень трикожности, это меняет наши ощущения, ощущение нашего внутреннего эмоционального состояния. И самое главное, наши коллеги из Нидерландов и Китая, Китай сейчас очень много исследований проводит по окружающей среде и по озеленению. В частности, они доказали, что самые низкие показатели по числу зарегистрированных случаев заболеваний, синдрома особенно тревоги и депрессии, бывают в тех районах, которые расположены в пределах однокилометровой зоны от больших зеленых пространств. И вот это исследование, два исследования, которые очень-очень интересны, которые показали зависимость смертности населения даже от конфигурации парка. И чем более наши парки взаимосвязаны, это теория как раз самого каркаса, тем ниже уровень смертности среди населения. Это очень серьезные работы, о которых опубликованы в самых высокоретинговых журналах наших. Есть исследования, которые показывают, что уровень озеленения влияет на смертность пожилых, дополнительные случаи смерти, риск, то есть увеличивается от сердечно-сосудистой системы, от инсульта, в зависимости от того, на какой территории они пребывают. И если мы о взрослых говорим и отвечаем, что очень важное изменение, то о детях это крайне важно, архиважно, потому что сегодня существует отдельный синдром, который называется дефицит недостатка природы. И у детей это очень-очень серьезно отражается на их психическом, физическом, моторном развитии, потому что природа – это само познание, природа – это само движение. Быть на природе и получать от разных наших анализаторов эмоциональные и зрительные, слуховые стимулы – это стимуляция центральной нервной системы, стимуляция мозга, улучшение нейронных связей, увеличение нейронных связей, что отражает и меняет когнитивные функции и улучшает когнитивную функцию наших детей. Деленые зоны положительно влияют на чувство коллективизма, то есть на природе малышей они все взаимосвязаны, у них общие интересы, и это все отражается на поведенческих особенностях наших детей. Сейчас во всем мире есть проблема синдрома дефицита внимания у детей, и было проведено исследование, которое показало, что очень важно также озеленение. Те дети, которые играли на открытых площадках, в отличие от тех детей, которые играли в закрытых помещениях, они показали совершенно разные результаты по данному синдрому. Вот, пожалуйста, детская площадка. Это новые детские площадки, которые в мире строятся. Они очень важны, потому что природа – это сама живая детская площадка. Малыши ухаживают, они ежедневно видят различные растения в различных стадиях. То есть ведет что-то иначе, форма какая-то другая, запахи какие-то другие, они тактильно сами проводят какие-то действия. Это все в конечном итоге отражается на состоянии здоровья малышей. Ну, в мире сейчас, во всем мире территории очень важны, и урбанизация, экологические проблемы, отсутствие свободных территорий приводит к тому, что надо как-то менять свое отношение. Не или зеленые насаждения, или насаждения и строения, а именно зеленые насаждения на строениях, на постройках. Сейчас делается очень много работ. В том же Китае и в Сингапуре, пожалуйста, эта школа. Здесь у нас в Армении тоже мы пробуем такие вот нововведения делать, чтобы как-то суметь компенсировать те потери, которые у нас идут. Вот изменения, которые сейчас в мире делаются. Вы видите, что это трасса, под которой находилась река, и Нидерландов данный снимок сделан. И, пожалуйста, вы видите, что открывает русло рек, потому что люди понимают, что самое важное – это здоровье населения. И эта работа в мире сейчас намного активизировалась после того, как мы все были в состоянии изоляции, мы были в ковидной пандемии, и всем стало понятно, что самое главное – что здоровье не купишь. Пожалуйста, это та же территория с разницей десятилетия. Отдается все природе, отдается пешеходным дорожкам, забирая в автомобиле пространство, потому что в любом случае приоритет – это здоровье своего населения, а не вот эти вот дороги бесконечные. У нас пока, к сожалению, это вот так вот мы пробуем делать, объяснять все это на разных площадках, говорить об этом. Работы полны-полно, как в Гереване, в Армении, так и, я думаю, на всем постсоветском пространстве. И чтобы не быть голословной, просто показывают те территории, которые мы с нами – это наши университетские больницы. Мы сделали исследование 15 городских больниц, определили те проблемы, которые есть, нашли новые пути для озеленения, которые необходимы именно для лечебных учреждений, расставили те точки, которые очень важны для лечебного учреждения. И впоследствии, вот вы видите наши территории, которые были изменены, чтобы были обязательно те участки, которые будут отданы зеленым пространством. Больничный сад, он должен быть живым всегда, потому что это объект благодичного использования. Человек не виноват, что он попал в больницу осенью. У нас начало, значит, конец марта, в зависимости от температуры, от конца марта и до конца декабря в больничном саду имеются цветущие растения, с учетом аллергичности, аллергенных факторов этих растений. Очень много хвойных посажены для того, чтобы именно решить вот этот эффект благодичного озеленения и той фитансовой активности, которую предоставляют пространство в наших хвойники. Вы видите, мы максимально попробовали использовать стены, потому что много очень застроенной территории, которую сложно было отпаевывать и отдавать под озеленение, потому мы подняли ограды биологичные и полностью все стены разными растениями, которые цветут в разное время года. Изменение цветовой окраски листьев, которое тоже привлекает внимание, делает территории более интересными и приятными взором. Вот это зеленые стены в одной из наших клиник. И впоследствии уже сделали уже научное исследование, которое проведено на различных территориях больничного участка, и везде мы в цифровом эквиваленте показали как уровень всех загрязнителей, так и метроглиматические параметры, уровень шума на той территории, которой мы занимались, были в пределах санитарных и клинических норм. У нас было исследование еще с малышами, мы проводили «Волшебная страна чудес», дети работали со своими психологами, мы делали тест на входе в течение месяца, малыши работали с психологом, мы разделили на две группы. Одна группа получала психотерапию с тем же психологом в зеленой комнате, то есть это были условия зимнего сада, мы раздали малышам растения, они приходили, ухаживали за своими растениями, сделали тест на входе и на выходе и доказали, что психоэмоциональное состояние детей контрольной исследовательской группы было значительно отличимо от тех эмоциональных показателей, которые были в контрольной группе. И, конечно, сделали исследование и среди врачей, потому что социологический опрос провели, потому что потребителями услуг больничного сада являются также медработники, и они находятся в состоянии постоянного стресса, потому что врачебная деятельность, она достаточно много требует вложений от врача, и чтобы было всегда возможно, чтобы врачи тоже спускались в больничный сад и вводили в порядок свое эмоциональное состояние, и могли спокойно выполнять свою функцию. И вот вы видите по цифровым показателям, как наши врачи, которые были в больницах, две больницы у нас университетские, до озеленения и после, вот как они посчитали, что оздоровилась огружающая света, снизился уровень шума, снизилась запыленность, больничные участки стали приятными взору, они чувствуют внутреннее удовлетворение даже, что работают в больнице с должным уровнем озеленения. Меня лично очень порадовал вот этот вот слайд, я его выставила, что у наших докторов снизился статистически значимый уровень аллергии, и лишний раз доказательство того, что аллерген не тополь, а аллерген пыль, потому что вся территория, вы видите, до того, как мы подошли к решению вопроса, она была открытая просто поверхность земли, сейчас нет нигде не была открытой поверхности, везде это газоны, тихотники, много очей хвойных, много лиственной поверхности, и вот, пожалуйста, в цифровом эквиваленте это наши врачи. Они также считают, что чаще стали пользоваться больничным садом, вот почти половина сотрудников, они считают, что увеличилось число больных, посетителей, то есть больничный сад, он привлекает также, и это тоже очень важно, как театр начинается с вешалки, так больница начинается со двора, и вообще любое учреждение, если при входе туда вы видите, что территория больного, участка это не имеет, значит, это больница, это детский сад, это школа, это любое общественное пространство, если там ухожено, это говорит о том, что хозяин, тот, который заведует, тот, который руководит, если он считает, что должна быть такая чистая территория, то и все вопросы будут решаться значительно грамотнее и значительно лучше, чем в сравнении с заброшенными территориями, когда всегда говорят, нет денег, нет возможности, мы не можем, это совершенно не так. На любой бюджет можно сделать правильное озеленение, и вообще всегда красиво, когда правильно. Ну, все, о чем я сказала, это мои опубликованные работы, мы это все рассказываем нашим магистрам, которые к нам в университет приходят, это врачи, с которыми мы делимся информацией, и, пожалуйста, это моя монография, в которой описано все, о чем я сегодня вам попробовала рассказать. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, очень интересно. Можно вас попросить выключить трансляцию экрана? Конечно. И я бы хотела задать вопрос. Пожалуйста. А вопрос такой, чувствуете ли вы, видите ли вы, как вот ваши практики внедряются в практику других, ну, лечебных учреждений, уже не университетских, а других там клиник, допустим, в Вереване, вообще в Армении, может быть, и в других странах. То есть, видите ли вы эффект в других местах, где вы, собственно, не работали? Спасибо большое. Естественно, я эффект вижу. После того, как я сделала свою работу, мы начали очень активно продолжение этой деятельности. В Санкт-Петербургском государственном университете появились отдельные магистрские работы, которые были посвящены этой проблеме. Много очень территорий, на которых внедряется все эти... Вы понимаете, у меня в работе задан алгоритм, то есть те самые главные точки, на которые при озеленении надо обращать внимание. Мы меняем в зависимости от того, это лечебное учреждение, это больница, это детский сад, это общественная территория, но основные параметры, показатели, они должны быть обязательно сохранены. Делюсь опытом. Весь мой опыт используется при озеленении территории в Казани, в Казахстане. Это та же зона, в которой находится Армения. Это четвертый климатический пояс. Я получила... Два дня назад у меня попросили из Узбекистана монографию. То есть есть очень большой живой интерес к проблеме озеленения, к его здравоохранной роли. Я считаю, что все, что было нами сделано, это не прошло напрасно. И в Армении мы внедрили. Мы создали в Армении на основе тех работ, которые сделали по больницам, целую организацию, которая занимается озеленением города Еревана. То есть это все как снежный ком привело к тому, что возникла очень большая активность и очень большое внимание со стороны различных организаций к проблеме озеленения. Спасибо. Есть еще один вопрос из чата. Сейчас я его озвучу. Расскажите, пожалуйста, знаете ли вы работы, связанные с работой над загрязненными промышленными территориями путем специального озеленения, использующие такое качество растений, как фиторемедиация? То есть связь фиторемедиации, загрязненных территорий и, соответственно, озеленение? Да, я поняла. Конечно, я отслеживаю всю эту литературу. И сейчас очень недавно в Италии делали большой эксперимент на загрязненной территории, топали омя. Они пробовали исправить ситуацию, которая есть, и они достигли очень серьезных результатов. Если интересно, я могу поделиться с вами вот этим вот научным отчетом, что это вот делается. Естественно, промышленные территории, как и любая территория, я вот сказала, нам нужен алгоритм, по каким параметрам надо грамотно делать озеленение. В зависимости от того, где мы находимся, нужно поддерживать вот эти санитарные правила по озеленению, которые должны делаться. В промышленных учреждениях, да, обязательно должны быть эти санзащитные зоны внутри, должны быть те растения, которые могут поглощать те загрязнители, которыми отличается данное производство, потому что производства, они все разные, а растительный мир, он очень много всего использует, адсорбирует на своей поверхности часть, использует в своих биохимических процессах, и об этом надо знать, и грамотно подбирать ассортимент растений, чтобы получать тот эффект от озеленения, который вы хотите. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok